Для сад-гиганта осень – самое жаркое время, куда ни глянь. Без права на отдых ведутся работы не только в саду. В полную мощность в это время работают и линии товарной обработки продукции. Мы приглашаем вас вместе с нашими корреспондентами заглянуть за кулисы производства, так сказать, в гримерную славянских яблок. А вы знали, что когда покупаешь в магазине яблоки сад-гиганта, то ты всего лишь третий человек, который берет их в руки? В первый раз яблоко руками аккуратно срывают с ветки сборщики. А второй человек, который прикасается к нежной кожице – это оператор линии товарной обработки. Еще не созданы машины, которые так же бережно, как человек, смогут справиться с этими задачами. Остальной же процесс на предприятии полностью автоматизирован. Итак, знакомьтесь. В свое путешествие по цеху товарной обработки малая флотилия фруктов из сад-гиганта начинает с водных процедур. Этот процесс так и называется – флотация. Из специальной тары яблоки вымываются на линии потоком воды. И это первый этап обработки от лишних листиков, веточек и прочего сора. Затем каждый плод отдельно умывают и натирают до блеска. После наведения такого марафета яблоки попадают на фотосессию. Яблоки проходят фотоэлемент, который фотографируется несколько раз. И происходит деление по калибру. В данном случае упаковщица уже по качеству формирует. Каждый плод фотографируется до 15 раз. По этим снимкам определяется его качество. Согласно оценке, которую произвел компьютер, яблоко попадает на ту или иную линию. По шести рукавам на 12 столах яблоки текут через руки сортировщиц в коробке. Кстати, с недавнего времени фирменную упаковку с логотипом сада производят здесь же в цеху. Каждый работник линии товарной обработки – это профессионал своего дела. Недаром коллектив здесь не меняется годами. Люди здесь уже работают много лет. То есть формированный коллектив и постоянные маршруты, которые знают свое дело. Понятие сезонности в работе известно всем труженикам сельского хозяйства. И садгигант здесь не исключение. Вот только сезон у них не заканчивается практически никогда. А синие яблоки частью сразу летят на витрины сотен магазинов страны. Частью размещаются в холодильных установках, где вплоть до весны в среде регулируемой атмосферы они будут дожидаться своего билета в путешествие по России. История садгиганта – это пример технологического прорыва. Наглядно сравнить предприятие на заре его становлении и сейчас помогает выставка, которую пять лет назад, по идее бывшего руководителя предприятия Александра Кладя, организовали в небольшой музейной комнате. Всем миром, дан был клич, всем миром, всем коллективом, династии, традиции, то есть все люди, которые раньше работали, вложили свою лепту каждые, принесли каждый, кто что мог, инструментарий, фотографии, истории, документы, награды. Все это здесь у нас собрано, но музей по-прежнему открыт. То есть у кого-то, если есть какие-то желания что-то принести, привнести, оставить след свой, мы с удовольствием, связанные, конечно, с историей хозяйства, с удовольствием примем, будем весьма-весьма благодарны. Помнить прошлое, с уверенностью смотреть в будущее и постоянно развиваться. Такова стратегия, которой многие десятилетия придерживаются в одном из самых больших садов Европы – сад-гиганте. Мария Климова, Георгий Калинин, Сергей Тимовский. Программа «События».